Всем привет! Меня зовут Лариса, я биолог и человек с болезнью шаркома ретута. Сегодня поговорим про то, как собрать тревожный рюкзак, что это такое, как быть готовым к чрезвычайной ситуации, особенно если у вас есть какое-то заболевание, например, болезнь шаркома ретута. Итак, поехали! Я перечитала различные рекомендации, в том числе американские, в том числе японские, в том числе рекомендации, которые именно были сделаны для Киото. То есть я сейчас живу в Киото, и это важно. Важно знать, какие опасности подостерегают вас, если вы живете в конкретной местности. В Японии, конечно, актуальным является землетрясение, то есть нужно обязательно тоже быть подготовленным и знать, как себя вести во время землетрясения. Так вот, на сайте города Киото есть в том числе карта мест, куда нужно, если что, эвакуироваться. И карта мест, где находятся, ну это, в принципе, те же самые места, запасы различных вещей, которые нужны людям для выживания. Но там в первую очередь они пишут, что каждый дом, каждая семья должна быть готова к чрезвычайной ситуации и иметь запас вот этих вещей, про которые я вам сейчас расскажу, на 3-7 дней. То есть минимум на 3 дня, но и до 7 дней желательно. И я вам сейчас предоставлю вариант так называемого тревожного рюкзака, который я адаптировала под себя. То есть это такой бленд рекомендаций американских, японских, и то, что я считаю рациональным, и что подходит именно мне, как человеку с редким заболеванием. То есть это тоже важно очень понимать, да, то, что может сделать здоровый человек, это не то же самое, что может сделать человек с какими-то ограничениями. Теперь рассмотрим, что же является рациональным, разумным, особенно если у вас есть какое-то заболевание, особенно если вы девушка. То есть это тоже надо принимать во внимание. И вот, кстати, это тоже такой интересный момент, то, что на сайте Киото, города Киото, есть отдельная такая, как бы справочник такой для девушек. И там, значит, написано, что девушкам также нужно подготовить такие-то вещи, в том числе косметику, там какие-то резинки для волос и так далее. Но я считаю это немножко неразумно и нерационально, потому что если вы еще это все будете запихивать в свой тревожный рюкзак, то я, в принципе, не понимаю, как это можно все тащить на себе, а если только мужчина выступает в качестве верблюда и все на себе тащит за вас, то окей, возможно. Но я сейчас живу одна, и мне нужно собрать такой тревожный рюкзак, который имеет смысл для меня, который я смогу утащить на себе, в принципе, да, и который содержит минимально необходимое, не косметика там или еще что-то. Мне, в принципе, наплевать будет, как я выгляжу, если я буду выживать, и мне кажется, это логично. Окей, значит, первое, что нам нужно, это сам рюкзак. Конечно, его можно купить отдельно, их много всяких продается, и вообще можно купить рюкзак уже готовый, наполненный. Но я считаю, опять же, это не самый оптимальный вариант. Во-первых, это будет все равно дороже, скорее всего, чем если вы сами соберете. Во-вторых, это не будет индивидуально под вас подобрано. Особенно, если у вас есть какое-то заболевание, вам нужны определенные вещи, про которые мы сейчас поговорим. Значит, вот я взяла рюкзак просто обычный, который у меня был до этого. Я его носила там в путешествие, ну и просто я с ним ходила на работу, например. Но он как бы устарел, и я решила использовать его в качестве другой цели, да, как тревожный рюкзак. Значит, какие у него должны быть характеристики? Во-первых, он должен быть войденепроницаемый. Во-вторых, у него желательно должно быть несколько отделов, да, в которые вы знаете, что положить. Ну и он должен быть легкий, я считаю. Вот, то есть вес не должен добавляться еще и рюкзаком. Мы смотрим на то, что идет непосредственно внутрь рюкзака. Первое, это, конечно, вода. Вода это очень важно. И вот в Японии, например, рекомендуют упаковывать где-то 3 литра на день, то есть где-то 1-2 литра для питья, ну или там, да, и оставшиеся для приготовления еды. Но я положила всего литр, наверное. Вот, то есть я посчитала, что я не смогу тащить столько много воды, и я, в принципе, не пью много. Есть еще, знаете, если вы зайдете на какой-нибудь сайт, на Амазон, например, там продаются упаковки с водой, такие мягкие. Вот, то есть такое тоже можно приобрести. Но в любом случае вода нужна. Во-вторых, это, конечно, еда. И здесь, опять же, например, американские гайдлайны мне понравились намного лучше, чем японские, потому что в американских гайдлайнах в основном это сухая еда. То есть это вот такие батончики протеиновые или, например, какая-то консервированная пища. Но в японских гайдлайнах у них там вообще рис для быстрого приготовления супы, там лапша и все такое. То есть то, что нужно для приготовления чего, нужна вода. Я считаю, это нерационально. То есть на себе тащить дополнительно воду для того, чтобы приготовить еду, это как бы, ну, мне кажется, нерационально. И плюс они еще рекомендуют плиту с собой иметь. То есть, да, это портативная, да, как бы переносная плита. И если вы живете в семье, в которой есть мужчина, который это может все на себе тащить, возможно, это как бы логично. Но, опять же, я один человек. Я девушка с заболеванием совершенно, я считаю, нерациональным тащить на себе плиту. Вот, поэтому и еду я пакую ту, которую не нужно готовить, которую не нужно замачивать. Вот, соответственно, здесь у меня пропивиновые батончики. Опять же, их немного, их всего здесь 6 штук. То есть в каждом батончике где-то 150 килокалорий. И если мы возьмем, да, два на день, это получается 300 килокалорий. Да, это мало, но этого достаточно, чтобы выжечь и не тащить на себе огромное количество еды. Ну и плюс есть вот такие здесь у меня печеньки. Вот, то есть это все дополнительные калории. То есть вся еда сухая, и у меня нет консервированных жестяных банок, которые жутко тяжелые. То есть вы можете, конечно, какие-то добавить, если хотите, но я считаю, что для меня это не логично. И дальше, для того, чтобы как бы растянуть воду, которая у меня есть, я еще запаковала спортивные напитки. То есть это порошок, который можно развести в воде, и у вас получится спортивный напиток. То есть туда входят всякие соли, там ионы и так далее. И мне кажется, вот это намного лучший подход, чем тащить на себе кучу воды, чем тащить на себе кучу еды. То есть если вы выпьете спортивный напиток, у вас будет побольше энергии, у вас не будет такого сильного количества жажды. То есть вы как бы и наелись чуть-чуть, и напились лучше, чем от просто воды. Вот, и это все намного легче, чем тащить опять же на себе воду и еду. Это что касается питания. Дальше мы переходим к первой помощи. Значит, здесь у меня, наверное, больше всего вещей, которые необходимы для оказания первой медицинской помощи. И здесь такой совет. Я всем советую, очень сильно рекомендую пройти курс оказания первой медицинской помощи. В принципе, в теории мы все, наверное, знаем, как оказывать первую медицинскую помощь. При разных ситуациях, да, там, при ранах, например, если человек без сознания, там, прямой массаж сердца, как делать. Но теория и практика – это совершенно разные вещи. Я проходила курс оказания первой медицинской помощи два раза у нас в институте в Японии, когда я делала аспиратуру на Окинаве. И я вам всем советую, потому что реально практику ничем не заменить. Непонятно, какой ритм даже сохранять, когда вы предоставляете прямой массаж сердца, пока вы это не попробуете. И вы не поймёте, насколько это на самом деле изнурительно. И насколько действительно важно, чтобы несколько человек работали вместе для того, чтобы спасти человека, который лежит без сознания, и которому нужно запустить сердце, чтобы он продолжал жить. Вот, так что я обязательно всем советую пройти курс наказания первой медицинской помощи. Ну и в такой курс обычно также входит оказание помощи при разных ранах, при, например, укусах ядовитых животных и так далее. Это тоже может зависеть от того, где вы живёте. Ну и в зависимости от этого я собрала вот такой набор. Значит, я сейчас тоже немножко его разберу. Вот это салфетки. Значит, у меня есть влажные салфетки, обычные спиртовые, а это такие, которые для того, чтобы как бы пот убирать. То есть это фактически вместо душа салфетки. Дальше идёт набор зубная щётка и паста. Дальше есть ватные диски и ватные палочки. Дальше такие платочки бумажные. Маски. Раствор для дезинфекции ран. Перчатки. Беруши. На всякий случай я почему-то посчитала, что беруши можно положить, хотя это не входит в рекомендации. Но если вдруг будут какие-то сильные громкие звуки, я вот, у меня такая чувствительность есть громким звуком. У меня очень сильно это может как бы в панику или там какое-то раздражение бросать. Поэтому я положила беруши тоже на всякий случай. Дальше различные средства гигиены. Такие как вот прокладки для, ну это для девушек особо актуально, в принципе, только. Ну и вот такой набор с шампунем, кондиционером и кремом. Вот, то есть, вот, всё очень легко, очень комфортно и компактно. Дальше это капли для глаз. Ну и контактные линзы. То есть я ношу контактные линзы. И я их себе тоже здесь приготовила на три дня. Дальше скотч, туалетная бумага. И дальше у нас идут медикаменты, которые нужны именно вам. То есть, если у вас есть какое-то заболевание, да, и вы принимаете медикаменты на постоянной основе, обязательно вам нужно их будет запаковать в ваш тревожный рюкзак. В моём случае это баклофен, который я принимаю на постоянной основе. Ну, то есть я принимаю комбинацию, да, которая состоит из трёх лекарств, которая разрабатывается для болезни в широком ретуте типа 1А. Она ещё не одобрена. У меня есть видео на эту тему, у меня есть статья на эту тему. Кстати, на Патреоне я, или на Бусти, на Патреоне, я написала очень такую обширную статью-справку по этой комбинации. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете зайти и там прочитать и поддержать меня заодно. Вот, становитесь моим спонсором. Да, то есть я здесь приготовила баклофен. Ну и дальше продолжение, да, во втором пакете, где у меня здесь, потому что первое не убралось. Ну, ибупрофен. То есть это любые могут быть обезболивающие, жаропонижающие лекарства. Ибупрофен, парацетамол, ну и аспирин тоже можно, в принципе. Дальше здесь идут различные пластыри. Дальше тампоны. Это может быть как средство, да, гигиены примесячных, но их можно использовать на самом деле вообще в разных ситуациях. То есть кровь, например, остановить там из носа или еще откуда-то. В общем, тампон это хорошая вещь в целом иметь. Дальше здесь идут различные бинты. Вот такой бинт. В общем, разные-разные бинты, которые можно использовать для остановки, да, крови ран. Из раны. Ну, и такой набор спиртовых салфеток тоже у меня есть здесь. То есть, в принципе, я думаю, что именно для первой помощи, да, это можно купить уже готовый набор. Но я его собрала отдельно из, в основном, из вещей, которые можно купить в Дайсо. Это такой очень дешевый магазин в Японии, в котором можно купить вообще много всяких вещей, не только для оказания первой медицинской помощи. Очень дешево и сердито. Вот. Да, ну и если мы говорим там про бинты, вот у меня есть такой бинт, и есть еще бендидж, то есть повязка для... Ну, здесь на колено, но можно ее использовать в разных ситуациях. Ну, и есть еще пинцет. Вот у меня здесь он запакован как бы в бумагу, да, чтобы он ничего не проколол. И ножницы. Но они немножко отдельно. Сейчас мы про это тоже поговорим. Дальше. Вот такие полотенца для охлаждения. Опять же, это особенно актуально для Японии, особенно для летнего периода. Очень жарко, капец. Если вам нужно будет находиться на открытом воздухе долгое время, то охлаждать себя будет очень важно. И солнцезащитный крем тоже есть у меня здесь. Но не только охлаждать, но и согревать себя тоже может оказаться очень важно. Поэтому вот такой у меня есть. Я заказала его тоже с Амазона. Он называется Thermal Blanket. То есть это как бы термальное одеяло, которое... Ну, или алюминиевое, оно еще может быть называться алюминиевое одеяло, которое вы вокруг себя обматываете. И оно водонепроницаемое от ветра также. И для того, чтобы тепло сохранять. Также есть в Японии такие штучки, которые за счет химической обведенной реакции становятся теплыми. И, кстати, в Спортмастере я их тоже покупала. Еще давно, когда в России жила, для того, чтобы ноги подогревать. Потому что ноги привалились, шарком летут, а постоянно холодные, особенно зимой. Такие вещи тоже можно купить и положить в ваш тревожный рюкзак. Дальше переходим к вот таким вещам. Значит, здесь у меня есть ножницы, про которые я уже говорила. Они вам могут понадобиться в абсолютно разных ситуациях. Дальше мы не забываем про зарядку для мобильного телефона. И вообще желательно иметь банк для зарядки. Я еще не приобрела, но обязательно приобрету, положу сюда тоже. Дальше вот такой я приобрела предмет. Очень классный. Значит, во-первых, это может использоваться как свисток. Во-вторых, здесь компас есть. И также есть температура. Ну, то есть это термометр фактически. Компас, термометр, свисток и также фонарик. То есть несколько вещей в одном. На веревочке можно повесить вокруг шеи и глаз. То есть он прямо специальный такой для премеров, для людей, которые готовятся к разным таким ситуациям. Или для походов в лес и так далее. В общем, очень классный, очень дешевый. На Амазоне я его купила. И очень прямо рада этому. Дальше у меня есть отдельный фонарик. Вот такой. И есть также батарейки к нему дополнительные. То есть это тоже нужно продумать и желательно иметь. Кстати, про свисток я забыла, что сказать. Свисток важен в таких даже ситуациях, если вы вдруг оказались под обломками. И не знают спасатели, есть ли там люди или нет. Вместо того, чтобы кричать. Потому что кричать долго вы не сможете. Особенно если вы изнеможены. Если у вас там боль еще от каких-то травм и так далее. И вот иметь свисток это просто очень важно. То есть опять же можно какой-то производить шум. Для того, чтобы спасатели вас находили. Но опять же вы будете свою как бы энергию тратить. Свисток тоже вы немножко тратите энергию на то, чтобы выдувать. Но намного меньше, чем на то, чтобы двигаться. Или на то, чтобы кричать. Дальше у меня есть две зажигалки. Также рекомендуется иметь спички. Но я их не положила пока. Ключ от дома дополнительный. Но это тоже я особо не видела в рекомендациях. Но решила положить. И флешка, на которой у меня собраны все важные документы. То есть я отсканировала. Ну в принципе все сейчас хранят в электронном варианте. Такие документы, как паспорт. Там карта резиденства у меня, например, японская есть. Это очень важный документ. Там My Number еще у меня есть карта. Это тоже важный документ японский. Банковские, например, какие-то книжки. В общем, все, что считаете нужным. Все документы, которые считаете нужным, можно сканировать и сохранить на флешку и положить сюда. Можно даже две флешки положить, чтобы бэкап был. Но физический вариант документов у меня тоже есть. Вот они физически важные документы, которые нужно иметь в тревожном чемоданчике. Значит, я посчитала, что все свои важные документы я прямо положу в этот чемоданчик, ну или рюкзак. И он у меня будет рядом с выходом лежать. То есть не в какой-то там коробке, не на полу, особенно учитывая, что я живу на первом этаже. Если будет какой-то потоп, да, сразу все поплывет. Но мои важные документы, оригиналы будут храниться вот в таком рюкзаке. И я его сразу схвачу, если что, и побегу там куда-то. Вот, то есть здесь у меня различные дипломы, опять же копии моих там резидентских карт, паспорта. Ну, потому что оригиналы я ношу с собой в сумке обычно. Вот, то есть карту резидентства всегда нужно носить с собой оригинал. Поэтому я не могу ее сюда положить. Но если мы говорим про паспорта, например, то я храню здесь все. То есть у меня здесь есть и российский паспорт, и иностранный паспорт, и всякие там другие штуки, важные документы. И также у меня здесь есть карточки важные. То есть, например, карточка, которая объясняет, что такое болезнь в широком риту, да. Или карточка, где написано, какой у меня тип крови. Группа крови, да, это по-русски называется. Вот, то есть желательно, вы знаете, иметь еще такую отдельную бумажку, на которой написаны ваши важные данные. То есть, например, ваш возраст, ваша группа крови, какие у вас есть заболевания, где вы живете, на каких языках вы разговариваете, например, и кто является контактом в случае чрезвычайной ситуации, да, кто является вашим контактом основным. То есть, это может быть родственник, например. Да, у меня такой карточки здесь нет, хотя, когда я жила на финале, я такую карточку делала. Ну и можно еще иметь в этих документах карту местности. То есть, если вдруг телефон будет недоступен, иметь карту местности, понимать, куда идти во время чрезвычайной ситуации, это тоже очень хорошо. Ну и последнее несколько вещей, значит, это пакеты для мусора. Вообще, пакеты для мусора могут быть использованы в разных абсолютных ситуациях, в том числе, как туалет, например. Но вообще, в Японии, вот в японских рекомендациях есть в качестве одного из составляющих тревожного рюкзака является переносной туалет. Я вам ставлю ссылку на, что это за вещь такая, можете посмотреть. Но я не приобрела и не уверена, что я буду это приобретать, потому что, опять же, это дополнительный вес. Ну и если мы говорим про именно болеть широком ретута, то, ну, во-первых, я уже объяснила, что необходимо иметь медикаменты, которые вы принимаете постоянно, если у вас есть какое-то заболевание хроническое. И, во-вторых, при болезни широком ретута что? Страдает, да, в основном это ноги. И если вы попали в чрезвычайную ситуацию, то очень важно быть в самой лучшей форме своей для того, чтобы выжить. И для того, чтобы, например, ходить долго. Поэтому я также в свой тревожный чемоданчик положила ортезы. То есть я их не ношу на постоянной основе. То есть мне их выписывали после того, как я носила гипс. После того, как мне сняли гипс, я восстанавливалась, и где-то месяц я носила вот такой ортез. И он действительно хорошо очень держит ногу, держит голеностоп. Намного легче с ними ходить, если у вас есть болезни широком ретута. Я их сейчас не ношу на постоянной основе, но если я еду в какую-то долгосрочную поездку, например, я их беру с собой. И сейчас я их решила положить в тревожный чемоданчик. И всем советую, если вы не носите ортезы, но если у вас есть болезни широком ретута, приобрести что-то похожее для того, чтобы улучшить шанс выживаемости. Если вам нужны какие-то еще вспомогательные вещи на руки, например, тоже положите их в тревожный чемоданчик. Вот, это все, что у меня имеется в моем чемоданчике. Сейчас я вам покажу, как он выглядит в запакованном виде. Значит, вот так он выглядит в запакованном варианте. Не сильно большой, не сильно тяжелый. Я могу его на себя повесить и пойти таким образом. То есть я могу так идти, может быть, даже несколько часов, не боясь того, что я прямо упаду от изнеможения. Мне кажется, это очень важный момент. Несмотря на то, что я не запаковала некоторые вещи, которые рекомендуются, например, тем же самым японским правительством. Но на всякий случай я вам могу перечислить то, что рекомендуется положить в ваш тревожный рюкзак, но чего нет в моем рюкзаке. То есть это плита, как я уже сказала. Это больше воды, это больше еды. Чайник, сковородки. Дальше алюминиевая фольга. Ну, это можно сделать. Различные тарелки, стаканчики одноразового применения. Но опять же, это если вы берете с собой еду, которую нужно там разливать, раскладывать. Не знаю, мне кажется, это не очень рационально. Дальше дождевик. Я подумывала по поводу дождевика, но решила, что я просто возьму вот это одеяло, да, термальное одеяло. И оно может быть использовано как дождевик, так и как термальное одеяло. Дальше шведский нож. Вот это было бы хорошо иметь. И это прям реально хорошая вещь. Можно приобрести обязательно. Приобрету, наверное, как-нибудь. У меня нет полотенцев, но у меня есть вот эти влажные салфетки, да, для того, чтобы себя, если что, обтереть. Но что-то вроде полотенца или платка. Платок, кстати, можно использовать вообще в разных ситуациях. Я как-то видела интересное, достаточно полезное видео, как использовать платок в чрезвычайных ситуациях. Могу ссылку вставить, если вам интересно. И дальше надувные подушки советую тоже зачем-то, я не знаю. Ручка с блокнотом. Переносной туалет, но, как я уже говорила, да, я решила, что нет смысла его особо мне брать. Ну и различные средства для девушек вроде косметических... Вроде косметики, что я считаю тоже нерационально. Все, надеюсь, это видео будет полезно. Но, опять же, хочу дать такие советы, как обязательно проверьте, какие чрезвычайные ситуации могут быть в вашем регионе. Проверьте, куда нужно эвакуироваться в случае чрезвычайной ситуации. Пройдите курс оказания первой медицинской помощи. И проговорите, что делать в случае чрезвычайной ситуации со своими родными. Соберите тревожный рюкзак для каждого члена семьи, в том числе для детей. Проверяйте периодически, хотя бы раз в год, срок годности, например, тех вещей, срок годности которых может выйти, например, это еда. Также меняйте состав чрезвычайного чемоданчика в зависимости от того, где вы живете, если вы переехали, например. В зависимости от вашей конкретной ситуации, если вы вдруг беременны, тоже нужно определенные вещи туда положить, которые не нужны небеременным женщинам. Ну и посмотрите видео, как себя вести в различных чрезвычайных ситуациях. То есть эти вещи не очевидны. Например, знаете, я тут смотрела видео по поводу землетрясения, как себя вести во время землетрясения. Например, если вы идете по дороге, вдруг началось землетрясение, что делать? Либо выходить на середину дороги, либо преклониться к стене, которая там есть. И я бы выбрала преклониться к стене вариант. На самом деле это неправильно. Нужно выходить на середину дороги, потому что стена может обвалиться и на вас упасть. А если вы будете посередине дороги, где нет в округе, прямо рядом чего-то с вами, то это лучший вариант. И вам нужно присесть на землю, закрыть голову. То есть есть инструктаж для разных чрезвычайных ситуаций, в зависимости от того, где вы находитесь. И очень важно знать, как себя вести. Также советую всегда смотреть на то, на emergency exits. То есть если вы, например, в отеле, или на работе в офисе, или в каком-то новом офисе, или особенно если вы в месте, где очень много людей, скопление людей большое, проверьте. Можно даже прийти заранее, например, если это конференция, или концерт, или еще что-то. Приходите заранее, смотрите на план эвакуационный. И придумывайте, куда бежать, если вдруг начался пожар там, или еще какая-то такая чрезвычайная ситуация. То есть думать о безопасности – это важно. И можно натренировать свой мозг таким образом, что вы сразу же замечаете, куда бежать, что делать, если вдруг что-то случилось. И также, если у вас в доме нет, например, огнетушителя, тоже советую приобрести огнетушитель. В доме посмотреть тоже, как эвакуироваться, если что, где лестницы эвакуационные находятся, открыты ли они, можно ли по ним действительно спуститься, если что. Все эти моменты важны для того, чтобы повысить вероятность выживания в чрезвычайных ситуациях. Конечно, в таких странах, как Япония, очень важно быть подготовленным, потому что вероятность какой-то катастрофы достаточно высока. Может быть, в России не так это важно, но все равно. Ну и да, подумайте про то, какие именно чрезвычайные ситуации возможны и более вероятны в вашем доме, в вашем городе, в вашей стране. Пишите, собрали ли вы тревожный чемоданчик, тревожный рюкзак, что в него входит, что я пропустила, возможно, и какие советы у вас есть. Все, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok